приветствую вас дорогие друзья на канале михайлович топи геймс очень интереснейшую тему решил я рассмотреть вместе с вами прямо сейчас видосик должен быть крутой и давайте сразу не забудем поставить лайк написать комментарий подписаться на канал но если вы хотите еще и халявы премиум аккаунт выиграть или еще какие ништяки обязательно зацените ссылочку в описании там есть telegram просто нужно зайти нажать я участвую и ты уже автоматически участвуешь в розыгрыше естественно крутых премиум аккаунтов это тема реальная это мы так сильно были вовлечены новым обновлением что прямо не заметили тех изменений которые реально были и есть у нас сейчас в игре многие также скажут что михайлович что за изменения я там самое не знаю не видел не заметил согласен точно с вами начиная с того что наш персонаж ну то есть это мои лично какие-то наблюдения наш мой персонаж и я так понимаю все персонажи начали чаще хотеть водички и еды это точно да здесь как вы думаете это тоже интересное тоже помимо тех изменений которые прилетели к нам также это принесло обновление так если не считать того что у нас появились новые приколь приколях и в каменных горах и в других локациях то есть сюда пришла зима но я думаю что это изменение которое принесло обновление не особо влияют как-то на игровой процесс и они являются типа временными новогодними то есть зима лут из зомби новые зомби и все такое да то есть вы видите что новые зомби с какими-то интересными там очень-очень интересными моментами в игре это все мы уже знаем но что же нам игра принесла помимо того что мы уже и так знаем да то есть зимняя зима новые зомби о процентов новый лут о процентов вылетаем на глобальную карту и до модули на патроны это самое главное что у нас появилось зажигательные патрончики также у нас в вип зоне появился новый повар уберут его или нет непонятно и поэтому я тоже об этом хотел немного вам рассказать так изменён лук на лут на локаут на локациях и всякие всякие интересности которые мы видим я думаю что это все уйдет также уйдет и вот этот вот интереснейший дядька который является поваром ну я не знаю очень крутым поваром который уже как говорится нас учил готовить индюшку на праздник вы помните если вы собрали максимально большое количество всяческой всячины отопление украшения домов вот в этой вот заснеженной заброшенной фабрики то или ферме то вы уже знаете что у вас также появился вот такой вот интересный дядючка который вас научил готовить вот он вип зоне появился новый мужик то есть не просто подруга которая дает тебе немного похавать там хотя у нее там и картоха и какую эти капуста но дает она почему-то только ягоды и морковку то есть наверно на все остальное зажала ну и помимо этого вот такого шеф-повар может быть будет какие-то блюда готовить было бы очень интересно но он остается только кстати вы видите в банках суп это та тема которая у нас есть сейчас в кратере может быть это все заработает очень интересно сейчас давайте к тем изменениям которые кастулись очень такого интересного кусочка игры которая так понимаю останутся с нами и после этого обновления помимо того что у нас есть новые модули станки оружейном оружейный станочек новый модуль это зажигательные патроны которые можно ставить увы не на все огнестрелы но они присутствуют также у нас есть много чего интересного на которое хотелось бы обратить внимание например то что сейчас нам нужно подойти к оружейному столу нельзя посмотреть какие же свойства как раньше какие же свойства у нас будет иметь оружие в будущем после модернизации о чем я говорю а вот о чем как только ты присоединяешься к этому столу вот например раньше нажимая на вот этот вот сдвоенный магаз который меня не собран я видел типа что он добавляет урон вес прочность стабильность крит шанс крид урод дальность все вот это нажимал она показывала так как вот это не собра то есть собранное показывает то есть вот нет модуля дамы но джи андатра какая-то кусает нас тут тебе заняться не чем короче заходили мы когда-то в нашу интереснейшую улучшалку оружия и нажимали даже на не собранные и они автоматически показывали какие характеристики изменены будут после того как ты соберешь то есть вот x8 x4 вообще одинаково идентично дает бонусы но я выбираю x2 потому что здесь я вам скажу что до урона чуть чуть больше скорость остается на высоком уровне и крит шанс крит урон я на x2 хожу но сейчас уже не посмотришь что там добавляет пламиногаситель что-то в глушитель самодельный что хороший глушитель добавляет этого уже не заглянешь в будущее и это очень печально да есть еще изменения в плане того что некоторое оружие появились новые модули будут ли они на постоянке теперь точно нам доступно они на постоянно чки будут очень круто и это интересно транспортный хаб увы у меня он пройден я хотел вам показать получается что придется сейчас идти в ту же лабораторию зачем секундочку подождем чтобы не ждать вот эти вот переходы между локациями заметные изменения у нас и в лаборатории ну может быть не опытный глаз не заметил но мне кажется что это все начало чего-то большого грандиозного обязательно активируем нас hard режим биореактор заполнен все это нам нужно для того чтобы показать а шо ж тут изменили товарищи ну и либо один ну конечно же ребят мы сейчас это все заценив у нас сейчас то есть транспортном хабе это заметил и задал вопрос своим ребятам соклановцам с теми которыми общает тоже в телеграме все в один голос сказали что михалыч это уже сделано давно я хочу найти сейчас здесь герой боевика я здесь тогда чувствую себя намного увереннее в лаборатории с героем боевика ты реально крутой герой из боевика которым все пофиг вот такая вот тема если она у вас есть для меня после этого как только его выбил она еще и не дается просто так ребят вот среди можно так сказать прохождение она еще и дается очень редко и мне кажется что у меня прям генессис оружие очень мало но вот резонаторы думаю что его хватит теперь мое оружие ни одно не промахивается и это очень очень круто смотрите как вы заметили крикун вот надпись его хп-400 и вон такой вот значочек также такие значочки у нас появились вокруг зомби которые замерзши защита от защита от простого оружия то есть только генезис оружие имеет свойства или возможность пробить его то есть а все остальное будет единицу там пробивать критует по трех я прикинь я в начале как только эта тема была я не разобрался и прикинь я их сливал простым оружием старался и послить простым оружием вот такая вот дилемма тема я не собираюсь проходить сегодня лабораторию но тем не менее вот такие вот значки появились если кто-то внимательно ну не внимательно хоть каким-то мимолетом помню что я снимал очень интересную рубрику вопросы ответы от разработчиков кстати этих вопросов накопилось в период обновы это не снимал теперь снимать обязательно буду короче делать ночи эти зомби нам пообещали что в скором будущем появятся многие зомби которые будут не только иметь защиту от выстрелов или например возможность пробить их можно будет только с генезис оружия но и простым оружием или например модули можно будет ставить на простое оружие но и также появятся новые нереальные зомби которых будет защита от определенных уронов то есть эти защищаются от простого оружия пробивается только генезис например там пробивается только огненными патронами и в будущем стоит ждать чего-то интересного того о чем мы только можем сейчас догадываться какие-то зомби которых можно будет слить только кислотой только какими-то я не знаю охлаждающими пулями которые явно подверглись всяческим жесточайшим экспериментам генезис лаборатории и всех кто здесь работал поэтому я вам скажу что скоро это будет и к этому все идет те кто играет часто в last day и особенно проходит все события заметили что коммуна одна из локаций переехала из вот это вот место где у нас заснеженная ферма перешла вот где-то в район вот этого черепка где орда зомби у нас есть это помнится это есть также есть заметные изменения думаю что это уже на постоянные теперь и вантовые локации и будут появляться здесь а самое главное что у нас появилась локация которая постоянно радует глаз это очень круто я очень рад этому впервые если честно я заметил сегодня и родилась идея снять вот такой вот ролик залетаем именно сюда потому что пирс это то что мы видим а если честно это отмазка атласка я даже не знаю как это правильно назвать это такая вот интересная тема здесь стоит лежит висит вот такой вот интересный мужичара который в принципе предлагает совсем не хреновые награды 2 2 2 мин и ребят предлагает за вот такие вот карасики рыбки и так я думаю что можно половить рыбочку как вы видите что это не просто какое-то озеро в котором ты можешь там что-то поделать а вот такая вот тема с большими интересными конечно же как вы видите рыбами к рыбехами которые там плавают и это большущая тема так что хотелось сказать эта локация появилась на постоянку я так понимаю что она теперь релогается постоянно и если у нее откат я сам говорю что только ее заметил то есть я ее активировал посмотрим насколько она откатывается можно ли юзать как постоянную локу но или что-то вообще отдельно теперь она постоянно находится здесь и один день 23 часа она откатывается и не нужно дать никаких событий и всего остального немного подтеребив золото я получил на четку и так ребят теперь ты можешь заходить сюда и просто с ноги закидывать в воду самый лучший забытый способ порыбачить я вам скажу и покажу сейчас я думаю что это явная подготовка к чему-то к теме котов или чего-то большого как и рецепт смотрите у нас появился новый повар у нас появился новый повар который будет варить может быть не только блюдо из рыб а может быть даже синдеек так как он нам подкидывал идею ловли индюша идею блюда с индюшатины не знаю можно ли коктейль молотова воду к хорош что корыба выпрыгнула вообще коктейль молотова в воде не горит это было логично но зато граната вот что доктор приписал я думаю что бросим мы поближе чтобы он в этого окуня ну что рыба вся всплыла на мы можем что забрать кучу рыбек и которая здесь по всплывала надеюсь что можно еще разочек теперь рыбачить пруду больше не осталось рыбы выловили все и так тема сет с этой вот этой вот локации я думаю может рассказать только об одном кстати палатка шевелится может быть там рыбаки греются может быть это всего от масс от ластка или чего-то интересного о теме готов потому что мне сейчас в личку кидают неоднократно всяческие напоминания о том что коты должны быть в следующей обнове либо они уже есть там что-то пишут смотри то смотри вольер какой-то там уже скидывает все остальное но это неофициальная информация пока что не хочу показаться каким-то ну тот который что-то делает по догадкам и так ребят я думаю что либо будут изменены блюда с рыбы либо появятся коты которые будут нуждаться в рыбке поэтому вот так вот теперь рыбная локация у нас находится прямо под носом и радует как говорится глаз очень интересно по сути игра очень сильно стала насыщенной локация практически становится возле локации между локациями практически не пробраться в игре очень много всяких событий я думаю что карте давно пора расширяться будет ли что-то изменение какие-то изменения будешь ли что-то изменяться может быть какие-то локации будут находиться на увеличенной карте ну короче дело к ночи у нас вот такая вот тема все что было изменено надеюсь я заметил пожалуйста напишите в комментариях что заметили вы я думаю что самое интересное что произошло это вот этот вот пирс теперь как постоянная локация у нас появилась до так дальше что там изменение в оружейном станке однозначно коснулась всех и вся голос жажда персонажа тоже коснулась и переехавшие локации с одной части карты в другую зомби которых теперь конечно я думаю станет больше и измененные зомби лаборатории той же порт транспортного хаба в котором тоже зомби имеют какие-то нарисованы совсем другие значки брони то есть теперь не так все просто в игре игра набирает какой-то можно так сказать старт к чему-то грандиозному большому не забываем что явная подготовка идет нас к там несколько обнов подряд мы там видим их везде практически какая бы локация не появилась у нас котики везде находится ну либо к чему-то чему в чем нужно будет большое количество рыбы ну и надеюсь что в скором будущем мы не только с рыбы сможем приготовить себе какое-то блюдо с той же индейки с мяса лисички я не знаю с мяса оленя и всего остального это будет очень шикарно и ну и в принципе логично я думаю что тот дядька повар который здесь на заправке сможет готовить нам за какие-то диштяки кайфы какие-то очень неплохие бонусы что думаете вы пишите пожалуйста комментариях я думаю что это очень-очень неплохие маленькие наблюдения за игрой вы пишите медлогей взглянуто до конца там мы